Глава городского округа Люберца Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы за прошедшую неделю отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые нам предстоит обсудить. Это работа транспорта Бабылев, Александр Павлович. Компания РанТранс прекратила обслуживание 22 маршрутов на территории городского округа Люберца. Ежедневно ведется анализ обращений жителей в социальных сетях. Выявлено две горячие точки с наибольшим количеством обращений на большой интервал движения. Это станции метро Некрасовка и метро Лермонтовский проспект. По каждому обращению проводится работа с руководством транспортной компании и Министерством транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области. Доклад от Толстякова Виктора Сергеевича по работе единой диспетчерской службы. В единую диспетчерскую службу поступило 4913 звонков, из которых было зарегистрировано 1746 обращений. По проценту выполненных обращений с нарушением срока в красной зоне у нас две управляющие компании. Это управляющая компания Smart Service и Vira Service. С руководством этих управляющих компаний уже эти закрытые заявки с опозданием обсудили. Там все обращения, которые были закрыты с опозданием, связаны с работой подрядных организаций по видеонаблюдению и домофонам. Следующий доклад от Дмитрия Юрьевича Баранова по тем обращениям жителей, которые поступают из социальных сетей. Парковка большегрузного транспорта в городской черте, как мы видим по фотографиям, пока не возымела успеха. У нас связано, видимо, с тем, что Михаил Владимирович в отпуске с Андреем Евгеньевичем. Вы тут что, не занимаетесь? Нет, Владимир Михайлович, за предыдущую неделю мы эвакуировали 10 автомобилей грузовых. Работа эта не останавливается. Сейчас переключимся, тогда сюда на 60 лет победы на Комсомольский проспект. За неделю справимся? Конечно, Владимир Михайлович, справимся. На следующей неделе доклад, какое количество машин вывезли, куда, какие меры приняты. И доклад, завершающий у нас о спорте. Андрей Николаевич, пожалуйста. У нас завершилась аукцион по капитальной ремонту спортивной школы Олимпийского резерва. Капитальный ремонт пройдет в 2025 году. Однако в этом году начнется проектирование. По вашему поручению на текущей неделе завершается освещение стадиона Балятина. Данные работы позволят увеличить работу стадиона минимум на 3-4 часа в ночное время за счет освещения. Всем хорошей рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok